На протяжении всего процесса разработки, интерактивная история Paradise Lost от польской студии Polyamorous, события, которые разворачиваются в альтернативной реальности, где Вторая мировая война не закончилась в 45-м году, выглядела очень интригующе. Спасибо за это, конечно же, стильным роликом, раскрывающим подробности игры. К сожалению, к релизной версии есть масса вопросов, найти ответы на которые в самой игре вам не удастся. Меня зовут Гусев Александр, добро пожаловать на Глафи Геймс, это обзор Парадайз Лост. Парадайз Лост – очень медленный симулятор ходьбы. Протагонист передвигается настолько неспешно, что это вызывает раздражение. Клавиша бега как будто совсем не ускоряет персонажа, и поэтому исследование мира становится невыносимым. Только представьте, вам предстоит с черепашей скоростью бродить по коридорам заброшенного нацистского бункера, изредка натыкаясь на записки и активные объекты. О мучительно медленном процессе подъема и спуска по лестницам мне даже говорить не хочется. И знаете, что самое забавное? Для этого есть объяснение. Дело в том, что Парадайз Лост можно пройти, да, от силы за четыре часа. Если бы главный герой двигался быстрее, игроки добирались бы до финала еще быстрее, чем истекали отведенные для возврата средств за игру два часа. Пришлось искусственно растягивать игровой процесс. Это конечно всего лишь теория, но мне кажется она близка к истине. Вытерпеть четыре часа медлительности можно ради хорошего сюжета и интересного сеттинга. Второй в игре, к сожалению, выступает лишь декорация, и все действие происходит внутри бункера. И увидеть мир за его пределами мы сможем лишь мельком. В стенах убежища, однако, есть пища для удовлетворения любопытства. Сам по себе бункер огромен, тут есть разные локации и хватает историй, рассказываемых через окружение. Вон там лежат чемоданы с добром, что взяли с собой загнанные под землю несчастные люди. Неподалеку найдется записка с раскрытием людоедских планов нацистов. Вон там видны следы кровавой перестрелки и подоплеку, которой можно узнать из документов и дневников. Вы найдете даже целую деревню, которую основали отделившиеся жители. Что самое интересное, сценаристы удивительным образом смешали нацистские эксперименты, искусственный интеллект, славянскую мифологию и другие, казалось бы, несочетаемые элементы. Не верится, что все это можно связать воедино, но, как показывает игра, это работает. Именно поэтому это заставляет вас двигаться дальше. Было, например, интересно узнать, какие еще сюрпризы преподнесут разработчики. С другой стороны, главный герой не вызывал сочувствия. Одиннадцатилетний мальчик Шимон, что после смерти матери отправился на поиски отца, практически лишен эмоций. Более живо ведет себя девушка, что выходит на связь вскоре после начала путешествия. Она говорит, что попала в бункер случайно и теперь не может выбраться, но сразу становится ясно, что с ней что-то не так. Наверняка многие раскусили главный сюжетный поворот уже во второй половине игры. Концовка не удивляет, но назвать ее разочаровывающей тоже язык не поворачивается. Что же касается графической части, то она, на удивление, очень хороша. Движок Unreal показывает себя с лучшей стороны, а отсутствие анимированных моделей и людей, даже мертвых тел, позволяет сконцентрироваться на окружении и деталях. Игра наверняка неплохо показала бы себя в VR, но пока что поддержки виртуальной реальности здесь нет. В целом Paradise Lost вызывает в памяти другой недавний проект Close to the Sun от итальянской студии Storm. Здесь высокотехнологический нацистский бункер, там колоссальный корабль, построенный безумным ученым. Здесь имперский ампер, там арт-деко. В обоих случаях все закончилось очень плохо для жителей убежищ. Опять-таки одинокий герой. Голос, ведущий его по мрачным пустым коридорам. Интересный сеттинг, богатый антураж и минимум интерактивных элементов. Правда, в Close to the Sun были еще хоррор и экшен-сцены, которых в Paradise Lost вообще нет. Еще эти игры, конечно же, объединяют ощущение массы упущенных возможностей. Добав авторы хоть чуть-чуть геймплея, заполнил окуны в истории, все могло быть иначе. Но радует, что Paradise Lost можно купить в Steam по хорошей цене. И такая цена позволяет немножко смириться со всеми недостатками этого проекта. На этом у меня все, дорогие друзья. Вам спасибо за ваше внимание. Обязательно прожимайте пальцы вверх и я буду рад вашим комментариям. Поддерживайте Glafi Games, ну а мы двигаемся дальше. Любим, целуем и обнимаем. Всем пока-пока.